Мы приехали в Джерача. Это средневековый городок, очень хорошо сохранившийся. Более того до 14 века он вообще принадлежал в Бизантии. По сути дела это греческий город. Здесь очень приятно и тихо, ну и красиво. Продолжение следует. Бергамот это главное цитрусовое растение Калабрии. Вот здесь Джерачи продают даже вино с ароматом Бергамота в Берговине. Зеленое золото Калабрии. Так, сейчас так громохнуло, что прямо страшно стало. Так, Нормандский замок 10 века в таком совершенно плачевнейшем состоянии. Стоит себе такой заброшенный. Никому до него особо делается. Мне очень-очень жалко. А вот сейчас реально как в фильме ужасов. Потому что странный тип ушел. Вдалеке там качается качелька. Я не знаю, что такое. Ой, я забыла. Чуть не засняла молнию. Такая тишина. Я не знаю. Чуть не засняла молнию. Я не знаю, что это выглядит. Качаля, как минимум. машину это вот пещерка на самом деле церковь церковь сан никола дель по финну прорублю вырубленная прямо в скале и судя по всему судя потому что написано здесь на информационной табличке восходит она аж седьмому восьмому а вон там на горизонте в долине видно русло высохшей реки видимо когда-то у нас здесь стекла впадала в ионическое море вот там вот вдалеке но теперь все времена прошли еще в калабре всегда были проблемы с путеводом дождевой водой многие редкие пересыхают и во многих домах даже нет центрального водопровода на крышах устанавливают такие специальные емкости для сбора дождевой воды и и впоследствии используют для бытовых муд мне кажется ты пидаешься мне обмануть я не думаю что там пармезан может быть потому что там рыба джейми оливер говорит что можно он не живет калабре ему сказал динару конкальду его повар коленскому ресторану дай попробовать сказал раньше что нельзя я облажалась